Калужская область Мало какой регион может похвастаться таким сосредоточением историко-культурных объектов, и не только сама Калуга, но и соседние муниципалитеты представляют исключительный интерес. Например, Козельск, который стал на пути Полчич-Батыя, город боевой славы, ну и, разумеется, стояние на реке Угра, которое произошло в 1480 году. Расстояние от Калуги до Козельска по автодороге составляет 72 километра. Города также связаны автобусным сообщением. Реку Угру, расположенную на территории Калужской области, поэтично называют поясом Богородицы. Пятисотлетию Великого Стояния на Угре в этом месте был воздвигнут памятник русским воинам. А уже в наши дни в селе Дворцы открылся замечательный музей-диорама, повествующий об этом событии отечественной истории. Калужская область славится не только битвами, городами и знаменательными событиями, но и людьми. Гений места Калуги Константин Циолковский, человек, предвосхитивший космическую эпоху, жил в скромном доме, где сейчас открыт музей. Имя Константина Эдуардовича Циолковского, который из 78 лет жизни 55 связался с краем Калужским, конечно, делает Калугу еще более привлекательным. И в Калуге очень много памятных мест, связанных с жизнью и деятельностью великого ученого. Уже более 60 лет Калуга ассоциируется именно с космонавтикой. Произошло это после 1957 года, когда был запущен первый искусственный спутник Земли. А, собственно, термин искусственный спутник Земли Циолковский приводит в своих ранних работах, рукописях. В Калуге живут его потомки. Циолковскому в городе установлено 6 памятников, не считая аэропорта, университета и музей космонавтики его имени. Музей космонавтики первый и крупнейший в России. О космических материях здесь любят и умеют рассказывать доступно. А после экскурсии любой желающий может испытать левитацию в магнитных сапогах. Или взглянуть на мир глазами космонавта через стекло скафандра. Заложил первый камень в этот музей сам Юрий Гагарин. Отметим, что добраться в Калугу из Екатеринбурга теперь можно прямым авиарейсом, который курсирует два раза в неделю.